Всю жизнь ожидаешь встречи с кем-то, кто поймет тебя и примет таким, какой ты есть. А потом приходит осознание, что этот кто-то всегда с тобой. И это, ты сам. Только в наших руках силы принять себя, простить, радоваться и мечтать. Решите быть счастливым, обнимайтесь, делитесь, смотрите на закат, сажайте деревья и цветы, слушайте музыку, читайте книги, занимайтесь спортом. Именно решите, для вашего счастья нужно именно ваше сознательное решение. Никто, кроме вас самих, не сделает вас счастливыми. Важнейший принцип. Так о чем еще желательно помнить? Первое. Правило 80 на 20, закон Парета. 80% всех ваших результатов и доходов приносят вам лишь 20% вашей деятельности. Многое из того, что вы делаете, в действительности не так уж необходимо. Оптимизируйте свое время. Задумайтесь, 80% практически бесполезной работы. Так у кого нет времени для любимого хобби. Второе. Закон Паркинсона. Вы можете делать то, что вам надо, намного быстрее. Чем больше времени вы выделяете на задание, тем больше потратите. А если вы склонны откладывать дело до последней минуты, то вне зависимости от того, выделили вы себе неделю или месяц, делаться работа будет все равно в последние два дня. Третье. Сначала отдавайте, а потом получайте. Именно в таком порядке, а не наоборот. Со временем вы получите больше, чем отдали. Радуйтесь за мир. Каждую секунду на земле исполняются желания. Завтра может исполниться и ваше. Ни один человек, совершивший достойный поступок, никогда не получил в награду меньше, чем отдал. Четвертое. Ошибки и неудачи, это хорошо. Они позволяют приобрести бесценный опыт, узнать множество интересного и стать успешным, так как успех в жизни нередко приходит лишь в том случае, если вы не подались неудачам и ошибкам. Он приходит лишь к настойчивым. Пятое. Знакомьтесь и общайтесь легко. Относитесь к любой встрече, как будто там присутствуют ваши лучшие друзья. Если вы начнете общение именно с такой установкой, вы будете более уверены, более открыты и будете располагать к себе новых людей. Не говоря о том, насколько важно первое позитивное впечатление. Шестое. Ваше отношение изменяет реальность. Пессимизм может прятаться за маской реализма. Именно поэтому вы оказываетесь каждый раз правым. С другой стороны, может быть, лучше не всегда быть таковым, так как со временем мы учимся находить лишь то, что ищем. Седьмое. Благодарность. Простой способ почувствовать себя счастливым. Это замечательное средство поддерживать позитивное отношение к окружающей действительности и концентрироваться на правильных целях. А еще, делать счастливыми других. Что в свою очередь сделает вас еще счастливее, эмоции заразительны. Восьмое. Не сравнивайте себя с другими. Если вы сравниваете себя с другими, вы позволяете внешнему миру контролировать себя. Перепады настроения обеспечены. Гораздо продуктивнее сравнивать себя с собой же. Чтобы увидеть, насколько вы продвинулись вперед и как выросли над собой. Девятое. У страха глаза велики. От 80 до 90 процентов того, чего вы боитесь, никогда не произойдет в действительности. Они существуют только в голове. И даже если что-то случается, то все не настолько ужасно, как вы представляли себе. Беспокойство, лишь пустая трата сил и времени. Десятое. Не воспринимайте все слишком серьезно. Большинство сегодняшних проблем вы навряд ли вспомните через пару лет. Если относиться к себе, своим мыслям и эмоциям слишком серьезно, это приведет лишь к упадку сил. Расслабляйтесь, и ваше настроение будет меняться чудесным образом. Спасибо за просмотр. Друзья, давайте развиваться вместе. Обязательно подписывайтесь на канал Хочу все знать, ставьте лайки, пишите комментарии и будьте счастливы. Мы любим вас. До новой встречи.